Салют. По просьбе истинного меломана, рокера, видимо, представляем разбор песни «Я рок-музыкант» белорусской группы Мроя. В 1989 году вышел ее альбом на фирме «Мелодия» под названием «28-я зорка». И там вот эта песня «Я рок-музыкант», она буквально взбудражила рок-общественность. Вот он в Беларуси, по крайней мере, этот коллектив был столь же популярен, он и сейчас остается популярным, но тогда с ним мог сравниться разве что Виктор Цой. И вот эта песня «Я рок-музыкант», она стала как бы таким гимном, металлистом, всех любителям, всем любителям хард-рока. И многие студенты, кстати, сравнивали, что эта композиция ничуть не хуже лучших композиций легендарного коллектива «Deep Purple». И, кстати, это был один из немногих коллективов, чья пластинка выпустила, покажу, в моей коллекции есть все. Вот «Deep Purple» в 1987 году была издана вот эта вот грампластинка на фирме «Мелодия», и уже советские меломаны могли ее купить по цене 2 рубля 50 копеек. Вот тут коллективы «Deep Purple Smoke on the Water», «Дым над водой». Послушайте, вот я переслушал некоторые композиции, очень, кстати, окунуться в то время молодости, нашей юности, молодости. Итак, это мы представили вступительная такая часть, теперь перейдем непосредственно к разбору, к разбору этой песни. И я подготовился основательно, поскольку та запись пробная, которую я сделал так с кондачка, вызвала тоже интерес, круто. Но сейчас еще более круто сыграл, поскольку уже как бы натренировался и переслушал эту песню несколько раз, чтобы точно проверил на Hardify, на английском, на сайте, все точные аккорды, как она звучит, мелодичные ряды и все такое, да, вот этого хард-рока. Я сделал урок рисования для того, чтобы удовлетворить запрос нашего меломана, какие аккорды в этой песне встречаются и как приблизительно на акустике изобразить этот кавер. Он будет в описании и в комменте отдельно, поскольку совмещать нельзя, я уже по этому совету следую, исполнение совмещать, потом разбор будет обо что. Вот, значит, я сделал выписку, такие, какие аккорды в нем есть, да, вот здесь сфотографируйте, да, Мроя, вот, Я рок-музыкант, и вот разбор, вот, 15 всего аккордов, далее идет интро-вступление, вступление, видите, сколько, это вариации всех известных нам аккордов практически, Сейчас я их покажу, как они изображаются на гитаре, на грифе, и потом покажу непосредственно, здесь будет видно. А пока, вот этот мой урок рисования, сделал, как это следует. Итак, из этих аккордов, какие встречаются, аккорд С5, до мажор, пауэр, аккорд, вот он так берется, там все пояснено, Что, где, как зажимать, вот указательный, это указательный палец, где, как приглушается, вот струна вот зачеркнута, да, все, в принципе, все ясно, да. С5, до мажор, пауэр, аккорд, следующий аккорд, СМ, СМ, вот, на такой вот карточке, тоже все понятно, вот это вот бореда, палец, как, вот там кончиком, подушечкой шестой, Видите, басы, они выделены мной на графике, более жирно, три верхняя баса, далее полубасы, две нижние, это СМ, два аккорда, следующий, я, как у меня карточки лежат, не по порядку будем, ну, как они встречают. Следующий аккорд, Д7, ре мажор, септаккорд, вот так он, видите, так это быстро будет, чем я буду объяснять, ну, вон, гриф, видно, да, где, какие струны не играют, и потом покажем, как зажимать. Далее аккорд ДМ7, ДМ7, вот он, тоже все пояснено, где, что, вот это пустой кружочек, это открытая сторона, и она играется, если зачеркнута, значит, страна не играется, или сбоку зачеркнутый крестик, я и так, и так делал, но просто, чтобы некоторым нюансы, как лучше зажимать, покажу, вот это Д7, Следующий аккорд, До, нота До, вот это аккорд До мажор, тоже пояснено, и вот эти, видите, кружочки, это открытые струны, а вот этот вот, где я дважды, в том числе и крестиком на самой струне, это, значит, вы безымянным бета, безымянным пальцем приглушаете, чтобы она не бренчала, тогда будет правильный звук. Так, это Д, ой, С До мажор, аккорд. Следующий аккорд Ми минор. Ну, все знают, это очень легкий такой, вот он. Все струны играют. Видите, четыре открытых струны и два боса, четвертый и пятый, на втором ладу. Далее, Е минор септ аккорд. Вот с обратной стороны, правильно, да. Е минор септ аккорд, тоже все сфотографировали, все, видите, пояснено. Обозначены, где какие лады, где что-то от зажима. Ну, потом покажем. Так, Фа мажор, аккорд. В этой песне встречается. Тут бары на первом ладу. Играют все струны. Далее, аккорд. Си минор. Видите, вот, почти бары, но вот кончиком пальца, или можете полностью, но тогда не стучите по верхнему басу, шестому Е. Он не играется в этом аккорде. Все остальные играют. Так, далее. Ми мажор, аккорд, Е. Все качественно. Аккорды абсолютно точны, поверьте, это проверено, я говорю, на английском там сайте. Хорду там отыграла композиция, и так ползали аккорды. Так, далее аккорд. Соль. Соль мажор. Неправильно, да? Это я минор показал, а вот соль. Соль мажор. Ну, тоже всем, кто играет, знает, да? На, если на других ладах дальше, да, аккорды, эти же там, варианты. Ну, у нас вот этот, есть. Так, далее аккорд, пауэр-аккорд еще один. Д5. Это ре мажор пауэр-аккорды. Неправильно, квинты некоторые называют. Вот он так выглядит. Можете ставить, как на втором октаве, как бы, да, минор, только на две струны, на один бас ниже, да, низинчик, но тогда не стучите по шестой струне. И две нижние не играют. То есть, видите, шестой не играет и две нижние. Шестой бас и две нижние не играют, остальные вот так вот. От пятого лада на третьем и на пятом. Далее аккорд ля мажор. Он там в припеве и в конце там быстренько на него перейти можно, когда заканчивается. Вот такой вот аккорд. Далее аккорд. Е, вот он основной, там, сама часто в песне сопровождается. Называется ми мажор сус. Е-Эс. Приостановленный. Суспендед это. Сус это суспендед. Вот он так. Три нижние не играются. Верхняя открытая и две баса четвертый пятый на втором ладу. Вот по ним все время стучите. Как ставить, покажу. Все там объяснено. И последний, уже пятнадцатый, да у нас это аккорд ре мажор. Ну, его, наверное, все знают. Здесь пятый, шестой бас не играется. Остальные, вот этот четвертый, видите, дважды кружечка. Знаешь, что она должна играть с ней. По ней начинаете стучать когда-то. И все нижние. И вы будете играть в припеве. Часто и в проигрышах. Вот это ре мажор. Так. Ну вот вроде все, да? Ре. Так, ми мажор, так. ДМ, ДМ7. Вот этот показывал. Да, он тоже часто этот же самый. Но еще раз покажу. Д7, это вот, вот так вот. И ДМ7, чтоб не путали ДМ7. Еще раз, я просто перебрал карточки, посмотрел, чтобы все вроде все. Ну вот эти аккорды. То есть, фактически тут сколько? До, ре, ми, фа, соль, ля, да? Все их вариации. Вот. Включая пауэр-аккорды, так называемые, или квинты некоторые. Хотя нет, правильно, пауэр-силовые. Где верхние. Я объяснил да на схемах. Итак, теперь начинаем. Вступление. Вступление я показал. Еще раз покажу на карточке. Сейчас мы ее покажем, как, какой бой. Вот далее идет вступление. Как оно? Вот этот мелодичный рядком. Я попробую его немножко, как бы, изобразить напеть голосом, чтобы вы знали, как стучать. Рокеры, вот. Интродакшн. Вот оно ниже. Там список аккордов, проверьте, да? И вот, вот это. Значит, там умножить на три, на два с половиной, два. Это примерно сколько раз, где идет, как бы, в такте. Линии это такты, да? И сколько в такте надо отстучать, чтобы воспроизвести на акустике мелодию вступления этой композиции. Итак, поехали. Значит, показан. С5. С5 зажимаете на третьем ладу. Вот тут, ну, там показано, да? Ну, вот я советую, значит, указательным на третьем пятый бас. И на пятом мизинец и безымянный зажимают эти две струны. Значит, третью и четвертую на пятом вот так. Все видно, да? А вот этот вот он так сверху. Причем мизинец так, он как бы по дуге, чтобы он тоже вот это. Я сейчас покажу, чтобы он зажимал нижние, чтобы они не звучали две. Да? Вот эти три. Третья, четвертая и пятая звучат. А это вот, он просто, кладете этот, вот он так ставится. Тогда правильно будете, можете бить, и оно будет правильно звучать, этот аккорд. С5. Вот это его звучание, видите? Вот здесь я чуть-чуть уже спасаю. Вот. Вот когда правильно так вот зажимаете, он по ходу будет звучать, и именно эти три струны будут звучать у вас, потому что остальные глухие приглушены. Этот вот приглушенный, эти тоже приглушенный, а эти нормально зажали. Вот это С5. Вот это С5. СМ. СМ это наш до минор. Вот он здесь. Шестой не играется, но по нему не стучите. СМ. Д. Семь. Д. Семь. Я смотрю, как по порядку они идут. Во вступление Д-семь. Вот так вот. Д-семь. Вот этот убираете безымянный, и тот наклоняете две струны, и получается, смотрите, получается сразу, вот это вот, когда научишься, вот это вот, быстро раз, убрали, этот наклонили, две зажали, и получается уже этот аккорд Д-семь. Только когда нормально, чтобы мне палец не зажал, вот это Д-семь. Потом сразу переходите в Д-семь. Тоже видите, все легко. Чистая Ре, да? Мажор. Д-семь. Потом опять вот в этот Д-семь. Потом Е-Эс, вот этот, Е-Сус, это приостановленный Е-Эс. Это, смотрите, здесь две, на втором зажали две, да? Четвертый и пятый бас. Шестой открытый играет. А вот этим вот указательным просто положили, чтобы не звучал следующий полубас. Шестой, между второй и третьим просто положили, смягко, они не будут у вас вот. А по этим стучите, вот у меня вот оно, в кавере все это будет слышно, когда вы прислушиваете, я там гашу в оболоне, оторвался. И там они не звучат, потому что они приглушены. Я бью по верхним струнам, поэтому просто, ну, каверу бомба. Вот. Вот этот С-5. Видите? Этот звучит, этот, этот, этот уже заглушено, а эти я даже не достаю, они не важны, они только фон создают. Это С-5. Так, мы пока... Вернее, Е-5, это мы показали. С-5 уже было. Е-М-7. Е-М-7. Значит, вот Е-М знаете, да? Е-М этот обычный, два тут баса на-на-на-на-на-четвертый, пятый, на втором, да? А мизинчиком зажали еще вот этот. Вторую струну на третьем ладу. Получается? И все струны, по всем струнам лупите. Это будет тот хард-дор. Вот это Е-М-7. Вот выступление там получается на три такта он примерно. Я так по слуху, как это воспроизводим, мотив, мотив вступления, потом его так примерно напою вам. Ну, потом Е-аккорд примерно два раза, два такта его, да? Не примерно, а даже точно, потому что я прослушал раз здесь. Настолько мне эта песня въелась когда-то в душу так запала. Слово «въелась» в хорошем смысле. Е на два такта, да, это аккорд, да, вот, обычный, да, один из трех блатных, да? Тоже все струны играют. Е умножить на два такта. И потом этот вот, значит, палец, который зажимает четвертый, получается, в него третий, третий полубас, да, его просто легонечко, он не играет, не должен третий играть. И получается, переходит он в Е-С-У-С, Е-С-Аккорд, Е-С. И получается, опять эти три играют, а дальше все, далее зажато, а по этим не стучит, только по верхним. Причем с усилием звучит открытая сторона, и с ней вместе две прихватываются следующие, вот это, получается, Е-С-У-С. Вот это Е-С. Ну, вот это все вступление. Как оно изображено, прочее, в кавере вы посмотрите. Ну, примерно, немножко, может, чуть медленнее, сейчас могу показать, пока вам не надоело время ели, да? Потом уже пойдет куплет, припев, там уже будет полегче. Самое трудное в этом это вступление, наверное, ну, еще проигрыш, да, по-моему. Значит, вот мы поставили аккорд, проверили, да, проверили, чтобы эти струны были приглушены, а эти три играют. Все. Поэтому рокеры перед началом обычно они там повторяют, там, три-четыре раза, только пробуют, и вот так, и потом начинают им гасить. Значит, мотив такой. Ну, послушайте, если у вас оно в голове крутится, мотив, вы будете правильно отстукивать, да? Примерно так, да? Потом следующий идет переход сразу такой, чуть-чуть паузы, и на ЦМ. Значит, бой, вот, потом ЦМ, ну, все, вот у меня там в ряд показан, да, вступление, и так вот вы переходите в следующее, значит, Д7 переходит в ДМ7, вот так вот зажимаете, значит, вот так держите, вот. Вот это Д7, да, Д7, вот видно, да? А потом раз так наклонили, значит, первым пальцем зажали первые две струны, этот вот отпущен безымянный, и получается уже ДМ7. С Д7, да? Это уже другой звук. Стучите по четырем струнам, эти басы, они не задевают. Если чуть-чуть где-то пятый задели случайно, оно же не будет слышно, когда с упором вы на нижний. Вот так это ДМ7 звучит. ДМ7 легко сразу переходит в Д, опять. Сколько тактов, примерно все изображено у меня под этот ритм, мелодию изображено. Потом, значит, Д опять еще переходит буквально на один такт, опять в ДМ7. Причем, если вы не успеете в ДМ7 перейти, не страшно, можете Д стучать примерно на там мотиве, не столь существенно пол такт, эти. Но лучше, конечно, перейти. И потом Е-Сус. Е-Сус, это значит, вот то, что я вам показал на диаграмме, вот-вот он. Е-Сус, сыграли рожек. Е-Сус переходит в Е-М7, добавляете, этот убирать, добавляете на вторую строну, на третьем зажиму, на третьем ладу. По всем уже стучите. Е-М7. Причем это примерно такт А3 длится. Е-М7 переходит в Е-Чистый. Е примерно два такта, и потом Е на третью опускаете, приглушая третью струну. Получается Е-Сес, Е-Сус. Е-Сус примерно четыре раза, и начинаете петь. Значит, бой. Ну, вы послушайте эту композицию, да, послушайте кавер, он воспроизводит акустику этой композиции, может, мне кажется, не хуже. Будем ходить. Вот. И все вот это у вас получится, там, с первого, пятого, десятого, двадцатого раза. Песня того стоит гимн рокера. Хард-рок. Хочу померти на сцене, да, я рок-музыкант. Хард-рок. Буду играть только так. Такие слова тоже будут, будут в описании и в комменте я, по-моему, скопирую. Я думаю, поймете. В смысле. Ну, вот, вот это вступление такое. Все вроде разжевал, да? Ну, может, полностью, чуть замедленно попробую, чтобы, как оно у нас получится, да. Когда объясняешь это, надо настроиться. Ну, вот, давайте медленно. Значит. Субтитры создавал DimaTorzok. И потом начинается петь. Я не люблю шиковных баллов, да? Я не люблю шиковных баллов, е, е, ес, ес. Это есус. Ну, теперь давайте я, наверное, что, значит, потрошком сыграю или покажу, и вместе с припевом, как оно обозначено, где переставлять. Пока медленно, ну, тут уже попроще, если вступление, разучите то, что я примерно показал, да? В кавере оно точно более точно. Значит, я покажу вот эту вот шпаргалочку, которая для себя сделала, чтобы сыграть отменно, просто прелестно, то все скопируете. Значит, примерно так вот куплет будет выглядеть. Наше вступление закончилось, е, ес, идет раза четыре такта, и начинаете петь. Я не люблю шиковных баллов, я не прифильник безбедства. Все время е, ес, и далее идет ес. Мне нет, господовый, духовный гандаль, и таллинт, на слове таллинт, е, ес, вот этот опускайте, и уже по всем струнам бьете, оно будет в кавере после штифорного громче. То есть чисто е, е, е. Таллинт, який, продается, на е, 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 подключайте уже аккорд е, 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 продолжается. Я не люблю солодких, и, но свои солодких в е. е, опять солодых спевал, и песен, а песен опять ем, песен. Рестораны бериорт, бериант е, 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 е. Я стык-тонешко, я, стык-тонешко, и все, все, т. е, продолжается. Я стык-тонешко дует свои нервы, я рок музыкант. На музыкант БМ идет несколько, надо звучать, и потом опять возвращаетесь на ЕС, я ров музыкант, это припев идет ЕС на кант Д, старых, старых Д, традиции, традиции ЕМ, Это не призвание, это не призвание, это Д, позиция, позиция Е, ЕМ, Е сразу, и потом повтор идет опять с Е, начинает продолжать, рок музыкант, старых Д, традиции, дыции, Е, Это не призвание, только призвание, это Д, позиция, продолжайте, в Е, да, в Е, перешли, продолжайте, примерно 3,5 такта, стучите, проигрыш небольшой есть между первым и вторым, Е, стучите, 3,5 примерно такта, Е переходит в СУС, опять, И продолжается это ЕС, я сурать благитных и золотых, я не выношу пустые почи, все ЕС, видите, ребят, дайте, я не стыд, кто живее, живее, подключили Е уже, Е, по всех уже стучите, там вы стучали по верхней, Е, по законам, ночи, ночи, Е, М, опять по всем струнам, там, видите, как оно, когда слушается, просто кайф для ушей, вот это, Е, М, и Е, М продолжается, Хай, правда, заменить, по ветрам, гитарам, скрывоча, як танк, вот танк, вот здесь, я почему второе объясняю, особенность, танк, Е, танк, и переходит Е, переходит в Д, Я, сапе, на сапе опять перешли в Е, М, и достануся, верный, верный, Е, я рок-музыкант, Рок, смотрите, Е, М, Е, М7, вот, я рок-музыкант, музыкант опять Е, Е, М, и потом сразу без остановки, Е, М, идет, переходит в соль, припев, Я рок-музыкант старых традиций, То, что уже мы пели, да, это, я чуть-чуть выше уже взял, там, можно, кстати, переходить эти, тоначить, брать, будет еще, но я старался, в камере все, как бы, под себя, Так, вот, ну, спели припев, и после припева, это позиция, позиция, значит, Е, Е, переходит в припев, переходит в прогрыш, значит, прогрыш, все там будет изображение, я покажу эту шпаргалочку, да, Д, вот он, видно, да, примерно два-два с половиной, так, Потом Д переходит в БМ, БМ это Си минор, опять Д, потом два такта, Фа проиграли, опять Д, С, До, и вот До переходит в, опять в пауэр аккорды, Д5, Д5, он, э, здесь, здесь, значит, зажимаем, ну, там показано было на схемке, да, можете поставить, как бы, вот, вот так вот, его, самое лучшее ставить, да, так, вот он, так бы, Вот это Д5, примерно три такта играйте, два с половиной, три, проиграли это, э, Д5, переходите опять в Д, Д, причем тут буквально три четверти так, переходит в Д, потом там клавишный, и вот я их изобразил на гитаре, так, она получается, так вот, Это в Д переходит, да, так, это в Д, так по четверим, так, ну, увидите в кавер, да, и потом переходит опять в наш основной, который мотив, куплета, да, это аккорд Е, С, Е, С, опять переходит, посмотрел на этом хорде фай там примерно 5 тактов они играют может 4 5 ну 5 вот это вот такой и после этого третий есус переходит в е то есть уже зажимаете и на первом ладу и вот этот полубас и 3 получается е играет полностью третий куплет уже в отличие от первых двух не ес и там уже по всем гасите как настоящий рокер на я уже после е переходит в ем я я хочу застаться застаться переходите в е опять ем е танцам солдатам солдатам тяжкого рока и е продолжать и ничто меня не не сменить думать играть буду только и так я хочу поверьте на сцене я рок-музыкант на кант бмк по 5 старых старых уже можно и без ля а вот обходится уже там по ее диаграме когда проверял да рыхт трех тратый ций-ций-ций-е-м гэта и гэта идет е можно ля не ставить можете ставить ля да тут сравнице разницы нет какие в начале и припев можно ля можно е вот когда 2 это не призвание позиция позиция уже е ну и повторять я опять е я рок-музыкант старых традиций это не призвание это позиция продолжайте стучать е переходит сразу где-то после двух тактов е с уже только под них верхним трем да и и концовка куда играйте так я я я потом так полушепта я я я и в конце со всей пюре как можете так как вот собственно вся песня просто блестящий гимн скажем рок-музыканта рокера ну вот кто сия досмотрел до конца теперь щелкните посмотрите как она у меня я так стать и несколько таких записей сделаешь вас выберу будет помещено ну что ж благодарю того кто попросил сделать разбор я даже урок рисования для него уважаю таких людей шанс сэнки вар мач бай бай до свидания сэнк